Здравствуйте! Вот есть такой ядерно-физический прибор, то есть прибор для регистрации ионизирующих излучений. Называется он проволочная камера. Это вот на заре внедрения компьютерных методов в методы регистрации, как раз она и появилась. Это где-то, ну так вот, широкое распространение. В конце 70-х, начале 80-х годов она получилась. Устроена очень просто. Вот приглядитесь, попробуйте. Это вот большое количество проволочек натянуты. Вот они даже вместе как будто играют, как единое целое. Проволочки, 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 проволочки. И перпендикулярно к ним опять тоже проволочки, 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 проволочки. Все это находится внутри некого замкнутого объема, наполненного газом рабочим, значит, каким-нибудь, так сказать, там инертным газом, в котором происходит электрический разряд. Влетает в этот объем частица элементарная, лучше всего много частиц, целый веер, пучок, и они создают ионизацию. И в тех местах, где создали ионизацию, между проволочками происходит замыкание. И таким образом компьютерщик считывает, где эти пролетели частички. Вот такая вот конструкция. Между прочим, вот я вот с гордостью, как физик-ядерщик, скажу, что эта идея была потом многократно заимствована в разных направлениях. Ну, во-первых, чем не проволочная камера, чем не проволочная камера, а наш, так называемый, плазменный дисплей. Там тоже система проволочек, правда, их немного слоев, а один слой. Между ними подается напряжение, и в нужных местах происходит пробой. И вот эта вот плазма светится. Появляется такое вот, значит, изображение на плазменном дисплее. Вот на этой картинке показано просто как поле, значит, линии, силовые линии и эквипотенциальные поверхности электрического поля вокруг, вот так сказать, проволочек, входящих в эту сеточку, да? Так, это раз. Второй момент. Значит, всякие наши тачподы, тачскрины. Помните, вот мы касаемся экрана пальцем, и он, значит, чувствует, что мы его коснулись, да? Да, он знает, в каком месте коснулись. А как это делается? Опять, в принципе, то же самое. Система проводящих поверхностей. В нужном месте вы коснулись, изменили емкость, да? И в этом месте началась утечка. В конструкции, в принципе, такая же, как у проволочной камеры. Идея такая же. Но только не частица ионизирующая пролетела. Не напряжение подали для разряда. А вы поднесли палец, создали емкость, утечка. И на высоких частотах только эта утечка идет, да? И в нужном месте, значит, он говорит, а вот эти две проволочки, да? Вот в этом месте пальчиком коснулись, да? Значит, хотят сказать нам вот то-то, то-то. То есть, коснулись такого вот объекта на экране. Ну, вот такой вот, например, так сказать, метод. Наука пошла гораздо дальше. Значит, ведь это что такое, собственно, нити? Это же ткань проволочки, да? Вот представьте себе ткань, в состав которой входят вот эти проводящие нити. Много-много проводящих нитей. И на эти нити проводящие можно подавать напряжение. Да? Вот как в проволочной камере. Конечно, маленькое напряжение. Конечно, высокочастотное можно подавать. Все, что хотите. И применений у такого рода ткани очень много. Ну, первое применение. Фактически можно сделать некий аналог человеческой кожи чувствительной, да? Что-то такое, к чему или чем кто-то прикасается, робот, например, и что-то ощущает. Например, я вам сейчас расскажу, где это применяется. Значит, палец длиной много сантиметров. И его используют в медицинских исследованиях, да? Вот чтобы пощупать там, что там в желудке происходит у человека. Не просто увидеть, а еще потрогать. Очень важно на ощупь, да? Твердое, нетвердое, да? Пощупать. И вот такой вот палец, который вот оснащен такими вот примерно органами чувств, в кавычках, да? Такими вот электронными. Вот он позволяет оценить, насколько там твердо или насколько там, куда вот так вот не разрезав, не доберешься, шероховато, да? Не только увидеть, а еще и пощупать, просто потрогать. Я только потрогаю и все. Ничего резать не буду, так врач обычно говорит. Ну и, наконец, самое простое. Зачем вам везде вешать замки и сигнализацию? Накинули такую вот накидочку, да? Если плохой человек пришел что-нибудь воровать из-под накидки, он ее разрежет. Бум, сразу сработает сигнализация. Вот эти множество, множество нитей. Вот так вот. Вот как далеко, какие трансформации преодолела, претерпела идея проволочной камеры. Всех благ вам, удачи, до свидания.